Братья, сестры Своей семьи Их сейчас нет здесь, но вот, слава Богу за интернет В трансляции они видели, по крайней мере, начало этого служения Подключались и жена, и наши шестеро детей, и двое внуков, и трое котов Короче, все смотрели Все смотрели трансляцию сегодняшнюю Начало прославления Так что и передавали всем огромный привет Вот, и, ну, а дальнейшее они уже посмотрят уже потом уже в записи Вот, но пользуясь случаем, передам привет от них Вот, и от наших церквей, из Киева, привет огромный всем вам Вот, и с других мест, где братство наше, реформаторское такое, евангельское, православное братство распространяется Вот, и сам я как реформатор, да, я хочу поделиться Словом Божьим Хочу поделиться свидетельством тоже И я рад снова быть в Бердичеве, правда, Бердичеве, Бердичеве Да, был давно уже, прошло 20 лет уже Как-то все, я мимо проезжал, но как-то все, вот не заезжал там Но, Господь дал снова быть у вас здесь Да, и, дамы и господа, братья и сестры, я тоже к словам Рэбе присоединяюсь И поздравляю с наступающим вас библейским таким удивительным праздником Мы тоже в нашей церкви, не во всех церквях, но во многих церквях наших тоже мы празднуем эти библейские праздники Вот, в частности, Пурим Но, шутка ли, цена книга Библии, книга Есфири Посвящена предыстории и истории этого праздника Это не просто так вам, друзья Это не просто так, даже упоминание Ну, как бы, единственное какое А это цена книга Библии И очень мудрая книга, очень такая глубокая книга на самом деле И я тоже за эти годы, как и Рэбе говорил, так же, знаете, вот, каждый раз что-то новое для себя открываю А сравнение, которое прозвучало уже сегодня, да, вот, про пустыню, задведшую, думаю, очень хорошее пример Очень хорошее сравнение такое Слава Богу, да И в этом году, да, уже на этой неделе будем гулять, праздновать Пурим Как говорится, евреем можешь ты не быть, но до Пурим прийти обязан Да, вот, и, ну чё ж Да, в этом году полнолуние месяца вот этого Адара Оно будет, получается, вот, 21-22 марта Соответственно, 14-15 числа месяца Адара II Так что, да, в этом месяце, в полнолуние этого месяца Тогда, во времена царицы Исфири и Мордыхая Бог совершил великое чудо Спасение от Холокоста, спасение от уничтожения еврейского народа И это спасение, знаете ли, которое Господь совершил Притом явно о себе не говоря, как бы в этой книге Но, говоря через обстоятельства, через какие-то случайности О, но ему вся слава, действительно И как говорил Чарльз Перджин, такой протестантский златоуст был в 19 веке Он говорил на эту тему, что его величество случай Это как псевдоним Его величество Господа Бога Когда он напрямую не работает под своим именем Он работает под псевдонимом своим Но даже неверующие люди замечают Что просто так вот прыщ не вскочат Ничего случайного не бывает А верующие подмечают Верующие подмечают Знаете ли, откладывают это все в памяти своей Фиксируют И Бога благодарят За вот такие, казалось бы, случайности И Библия полна таких случайностей Но, конечно же, книга Исфирь и праздник Пурим Они вообще полностью сотканы из этих случайностей Слава Богу за все, друзья Да, и, но по церковному православному календарю Сегодня, кто знает, какое сегодня воскресенье вообще По церковному календарю, православному календарю Нет? Нет, нормально все, если что Дело в том, что это воскресенье называется Торжеством православия Так вот, ну, как бы, торжественно Очень громко, очень заявлено, конечно Но я буду говорить сегодня О очень важном Таком тоже свидетельстве И примере из Библии Я хочу прочесть Из Божьего Слова Из Евангелия от Луки С 9 главы С 51 стиха И по 56 стих включительно Вот эту историю Хочу прочесть И порассуждать Спасибо тебе, Господь, за все Благодарю тебя за этот день Благодарю тебя за эту возможность Говорить к моим братьям, сестрам Благодарю тебя за слово твое Которое учит нас, наставляет нас Благодарю тебя за то, что ты и сегодня тот же самый Спасибо тебе за все Благодарю тебя и за приближающийся Пурим И не только тот древний Пурим Но и Пурим Катан Пурим Малый Пурим Который происходит Ну, так или иначе В каждом поколении Благодарю тебя, Господь Аминь Когда приближались дни взятия Его, Иисуса От мира Луки 9, 51 Он восхотел идти в Иерусалим И послал вестников пред лицом своим И они пошли и вошли в село Самарянское Чтобы приготовить для Него Но там не приняли Его Потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим Видя то, ученики Его Яков и Иоанн сказали Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба И истребил их Как и Илья сделал Но Он, обратившись к ним, запретил им И сказал Не знаете, какого вы духа Ибо Сын Человеческий Пришел не убить души людские А спасать Аминь Вот, дамы и господа Братья и сестры Вот как раз Слово, которое Вот, на мой взгляд Показывает Ту страшную болезнь Которую можно назвать Как бы хроническим заболеванием Тела Христа На протяжении двух тысячелетий Христианство этой болезнью Болело Очень много И часто и болеет Во многом еще И тогда Эта болезнь Она еще только Дала о себе знать Это, знаете, болезнь Ну, как назвать Даже не знаю ее точно Но обычно Слово есть такое страшное Слово Инквизиция Слово Инквизиция Вот И Кстати, недавно На днях буквально Вспоминали мы События Девятнадцать лет тому назад В марте Да Ровно Ну, в марте двухтысячного года Ровно девятнадцать лет тому назад Предстоятель католической церкви Папа Римский Римо-католической церкви Тогда Иван Павел II Второй Он официально Публично Впервые Вот так вот Очень Серьезно И громко Заявил о покаянии В антисемитизме Покаянии в инквизиции В преследовании Инакомыслящих Вот И Это было, конечно Очень таким серьезным Очень сильным заявлением Сильнейшим заявлением И знаете, друзья Даже Среди священнослужителей католических Многие были так вот Ну, немного так вот Взбудоражены Я общаюсь так С братьями католиками Даже со священниками Вот И Знаете, друзья Заявление Папа было, конечно Очень такое мощное Даже сейчас Почти два лет спустя Это Читаешь и Ну, дивы даешься Слава Богу за мужество Ивана Павла II Вот Слава Богу за его решение И до него еще Иван Двадцать третий Папа Тоже нечто подобное заявлял В молитве Покаяние В антисметизме И отречение от этого зла Вот Но Иван Павел II Он это развил Я считаю Как православный священнослужитель Что и нам Православным необходимо И братьям-протестантам Разной конфессии Необходимо так или иначе Вот тоже В этом направлении Что-то делать Особенно нам Православным Потому что Вот эта проблема Инквизиции Знаете ли Это Не только Проблема наших Западноевропейских Там Коллег Нет Даже в православии Она больше Проблема Честно говоря Положу руку на сердце Потому что У нас Ну хотя обычно Обыватель не знает Об этом Да и Об этом не принято Говорить почему-то Но В православии Эта проблема Гораздо более Древняя Даже сама Инквизиция Она заранилась На Востоке В православном мире Это не в католическом Вот И Гораздо более Серьезная проблема Даже по количеству Жертв Восточная Инквизиция Православная Она гораздо Более массовая И гораздо Более Изощренная По крайней мере Даже те Тема может Не совсем такая Как бы Воскресная Не совсем радостная Но очень нужная Ну Надеюсь В проповеди Будет тоже КПН Сегодня По крайней мере Помолимся Действительно Об этом Освобождении И знаете Как вот Есть Сейчас Удивительная Возможность Медицина Очень развилась Сегодня И Сегодня Можно диагностировать Многие заболевания Еще Во время беременности Ребенка Самого Да Американские Учебники Допустим Да Они даже Рассматриваем По медицине У меня У нас Шестеро детей Три мальчика Три девочки Там Бог дал Родить Одна еще Школьница Младшая Остальные Уже Там работают Учатся Уже взрослые Но Знаете Да Двое внуков Пока Вот Внук И вот Недавно родилась Как раз С начала месяца Адара Родилась у нас Девочка Адар Адаса Адара Адаса Вот И я Я очень Богу Благодарен За это Я просто Ну не знаю Счастлив И знаете Друзья И Так вот И двое Из наших детей Они пошли Вот По стезе Медицины Старший Сын Николай Он Заканчив Медицинский А средняя Дочь Она сейчас Только еще Учится Медицинском И знаете Я поэтому С медициной Стал больше Как бы так Соприкасаться Слушая их По крайней мере Они вопросы Задают Касательно медицины Там и Библии Допустим Там и истории Я как бы Неизбежно И в истории Христианства Что-то такое Достаю как раз Вот И для них И для себя Нужное И вот Да Учебники Вот передовые Вот Современные Самые учебники Вот американские По медицине Лучшие в мире Признанные Рассматривают Нерожденного Ребенка Как именно Пациента Своего Переливание Крови Совершается Значит И операции Сложнейшие Операции В том числе На сердце Там На органах Совершается Внутри утробно Еще То есть У человека Еще Не родился Уже определили Болезни И уже вылечили И он родился Уже здоровый Уже родился Все Спасибо докторам Уже уже И сердце у него Нормальный И органы Представьте И кровь перелили ему И может даже И не раз Перелили уже Кровь ему Вот чтобы его спасти От какой-то Наследственного Заболевания Допустим Удивительно Вообще Потому что его кровь Не смешивается С кровью матери И это позволяет Ученым И врачам Вот работать Так вот И церковь Иисуса Христа Она родилась Когда Церковь Иисуса На кресте На кресте Господнем В крови Иисуса Христа Иисус родил Всех нас Каждый рожденный Свыше человек Он свое рождение Духовное Каждый христианин Он связывает С кровью Христа Смертью Иисуса И да и совершаемый Вечерю Господню Хлебопреломлений Каждый раз Именно рассуждая О теле И крови Христа Доколь ли он придет Для нас Это отправная точка Точка рождения Как и роды Допустим Ребенка Рождение ребенка Это в крови В страдании В боли Вот И конечно Допустим Дети И Поля И Таня Когда они были там Допустим И присутствовали Где рожают женщины Ну да Это страшно Это больно И в общем-то Да Это довольно Очень непросто Но знаете Иисус Он не был женщиной Он был мужчиной И Но он знал Как женщина рожает В болях И он сказал Что женщина Когда рождает Она терпит скорбь Там буквально С греческого Переводится как Прессмертная агония Прессмертная Как бы смерть Лицо смотрит Но затем Она не помнит Этой скорби От радости Потому что Родился человек В этот мир И вот Иисус Он на кресте В крови своей Он рожал всех нас Удивительным образом Он рождал Каждого Из нас Агнец От века Закланный Он Две тысячи лет назад Пролил свою кровь А тогда Вот Когда Мы прочитали В девятой главе Луки Церковь Она еще не родилась Но она уже была Под сердцем У Иисуса Иисус пророчествовал Как вот женщина Вынашивает Допустим Христианка Вынашивает ребенка Под сердцем И она Допустим Благоставляет его И вот учебники По медицине Вот современные Тоже Я удивился Таким примером Хорошим Очень С английского Переводят И там Говорится Что да Вот положительно Влияет Когда Даже неверующие Люди Академики Известные Светила Медицинские Признают Что Ребенок Реагирует На все Вот эти волны Извне Слова А особенно Большей Частью То что Говорит Мама Вот любое Слово Вот значит И там даже делали Такие как бы Ну были Добровольцы Вот может не совсем Правильно было это Но сделали так Что Одни мамы говорили Слова какие-то плохие Другие мамы говорили Слова хорошие В Техасе Было это проведено Подобное С разных штатов Женщины участвовали В этом как бы Эксперименте И было доказано Что именно Говоря какие-то плохие слова Даже не проклятие А вот просто плохие слова У детей Были последствия И доказано Это страшный эксперимент Конечно И наоборот Другая группа женщин Они договорились Весь период Там значит Какой-то определенный Говорит только хорошие слова Самое удивительное Даже у неверующих женщин Допустим Нерелигиозных Но Когда они говорили Только хорошие слова Дети Имеющие Даже Ну проблемы Внутриутробные Уже имеют Проблему Каким-то образом Все у них Само собой Как-то налаживалось Вот И медики Даже ахнули Как бы удивились Как взаимосвязано А даже От послородних Не так сильно Это воспринимается Как ребенка Воспринимается От матери Вот именно Что она говорит Вот И это потрясающе Вот я так думаю Надо же А если мы христиане Мы благоставляем Говорим слова благословения Дети это слышат Вот И дети благословлены Они святы Удивительно конечно Думаю Вот Как все Жизнь и смерть Во власти языка Хотя даже неверующие Замечают И у нас В поговорках Есть такое Помните Сто раз Назови свиней На сотый раз Хрюкнет Человек То есть как бы Даже неверующие Замечают Что есть какая-то Связь между тем Что мы говорим И тем Что мы Либо хрюкаем Либо Значит Воспеваем И прочее Вот На самом деле Бог нас Сделал словесными Это Великая благодать Спасибо Господь А то были бы твари Бессловесные Да Каково И вроде хочется Выразить и не можешь Мудому Как бы Ну А чего Не пойму Вот Хорошо что мы Словесные Но Дай Боже Чтобы наше Словесное Оно было Действительно Благословением Не проклятием Благословением И это прекрасно Тогда Тогда и пустыня Расцветет Сто процентов Даже пустыня Расцветет Вот А если Плохое На языке То даже Хорошая И плодородная Земля Она в пустыню Преводится Рано или поздно Засохнет Даже Делали эксперименты Уже Другие эксперименты Тоже с другого учебника Совсем информация С Японии Мой сын Старший Он Японский Учит Старается И очень любит Японскую культуру Вот Значит И Так довольно интересно У него пошла Такая молитва За Японию Вот И Я тоже молюсь За страну Восходящего солнца Конечно Часто Тем более Сейчас в Киеве Живу на Киото Как раз Улица Посвященная Культурной столице Японии Там Как говорится Сам Бог Молиться за Японию Вот И Знаете Друзья Так вот И Там и парк Киото Прогули Вы все время Молюзы Японии Тоже И Они делали эксперименты Другие Похожие Но с растениями Не с Женщинами А с растениями И То же самое Примерно То же самое Реакция Растений На Плохие слова Группа Экспериментаторов Говорили плохие слова На растения В другой В другой В другой Части На такие Же Растения Такие Условия Такой Же Полив Все То же Самое Абсолютно Такие Же Семена Говорили Ну Одно Хорошие Другое Плохое Говорили Вот И Результаты Перепроверяли Потом Через Несколько Лет То же Самое Было Даже Растения Реагируют На Плохие Слова Или Хорошие Слова Коровы Вот Японцы Внедрили Это Тоже У себя Израиль Это Развил Вообще Говорят Я не был На этих Фермах Молочных В Израиле Но мне Рассказали Что В Израиле У каждой Коровы Свой Плеер Короче Своя музыка Они подбирают Каждой Корове Еще Темочка Еще Пригоняют Они Включают Хорошую музыку И смотрят На какой Она лучше Реагирует И потом Эту музыку Ее ставят Постоянно На доле Увеличиваются Коровы Довольны Еврейские Колхозники Довольны Все довольны Мировые Рекорды Побили Вот И Там Коровы Живут Вообще Там у них Спа Настоящий И массажик У них И моют Вообще Чистенько И музочка Ее любимая музочка Представляете Давно что Вот Поэтому Скажу так Что Все понимают Это Но Человек Хотя Мы говорим Разумный Да Но Часто Действительно Это Не так К сожалению Но Да будет Так Да будет Так И вот Церковь Еще Не была Рождена Но Иисус Уже Говорил Помните Да У Матфея Записано Там Написано 16-18 В Матфея Я создам Церковь мою И врата ада Не одолеют ее Не устоят Перед ней Там буквально В переводе Буквально Мысли И То есть Это потрясающе Он уже Еще не родил Церковь А уже Благоставлял ее Уже благоставлял Нас Вынашивая нас Под сердцем Так вот И все Что происходило Он пророчески Конечно Говорил Иисус О своей церкви Ученикам Рассказывая В притчах О царстве Своем Он говорил Конечно Не только Хорошее Он говорил Много плохого Но плохого В смысле Не проклиная А именно Просто показывая Что Произойдет Много не очень Хорошего В его церкви И вот И Так оно все Произошло Буквально И Действительно Не вот Евангелие Царства Божьего Не только Хорошую рыбку Достал Да Значит Но и Много негодной Рыбы Действительно И на самом деле Другая притча Там Ну а во всех притчах Там более или менее Там присутствует Вот такая Такая проблема Он рассказывает Хорошее семя Было посеяно На огороде Царства Божьего А потом Проспали Те кто должны Были бодрствовать Пришел враг Посеял Плевелы И все выросло Буквально так Получилось Притчи всякие И везде Иисус говорил Он не смотрел На церковь На царство свое Царство небесное Через розовые очки Нет Он смотрел Объективно На все Что будет Вообще Но он благоставлял Он говорил Врата ада Не устоят Перед церковью Божьей И вот Среди учеников Вот впервые Вот такой Дух инквизиции Он проявился Как раз Имена В этот момент Кстати Я антисемитизм Должен Многие вещи Проявились Тогда Вот в этом Рассказе Антисемитизм Имея ввиду Самаритян Которые Не приняли Почему Иисуса И учеников Потому что Это были евреи Они посмотрели Евреи Хотя Наверняка Могли бы Заплатить За Постой За проживание Ну как бы Какую-то Комнату Выделили бы Дом Выделили бы Гостиницу Какую-то Нет Отказались Не хотели В других Потому что Наверняка Обкрадывают Человека Обкрадывать Его жизнь Вообще И к сожалению Видим на примере Да еще больше того Они еще было Проблему не заработали Они не знали Что у учеников Настолько Разыгрались Страсти Они даже Предложили Иисусу Давай помолимся Сейчас Чтобы огонь Сошел И они Показали ему В Библии Пример Ну надо же Он же слово Надо как бы Опираться на слово Подтвердить это слово И они нашли Подтверждение Как Илья сделал Помните да Он сжег там Одного пятидесятника С его пятидесятком Второго пятидесятника С его пятидесятком Ну не конфессионально Пятидесятников В смысле А начальника Пятидесяти воинов Вот значит да И значит Спалил всех Пятидесятников Значит И потом уже Пришел умный Пятидесятник уже Который Пожалуйста Милчат Не велика Смесь Пожалуйста Ну как бы Я лишь Подневольный Пожалуйста Пройди пожалуйста Вот Но понимаете ли Вот И они пример привели Как Илья сделал Давай мы тоже Помолимся сейчас Так вот Че ж мы Мы же в духе Ильи тоже Вот Иисус Остановил Своих учеников Он сказал им Вы не знаете Какого вы духа Он сказал Что сын человеческий Пришел Это не Илья Это не Никто-то из пророков Нет Любой пророк Любой Учитель Прежде Иисуса Он Ну частично Показывал Как бы Являл Бога Частично Где-то являл А где-то не являл Где-то Проставлял А где-то позорил Так было и с царями Так было и с пророками И Илья там Жег Песятников Он тем самым Не проставил Бога По сути Положил руку на сердце Наоборот Опозорил И много других Примеров Можно привести В Библии Как цари Пророки Временами славили Бога А временами Бесславили Временами Прославляли Иногда А иногда Позорили Вот как бы И Иисус Он Показал Действительно Бога Показал Бога Не в позорах А в прославлении Спасибо Господу За все Да, друзья И Какого же духа Почему я об этом сейчас говорю Сегодняшний день Он такой особенный Для меня Как для реформатора Потому что Сегодня вспоминаются события Которые произошли Давно уже Еще До крещения Руси Украины Еще до До того самого Десятого столетия В девятом веке Произошли даже еще События Тогда был праздник Это был установлен А именно В марте Восемьсот сорок Третьего года Этот праздник Был установлен Как именно Торжество Антисметизма Идолупоклонства Окультизма В Церкви Божьей К сожалению Именно так Дело в том Что На протяжении Года До того До марта месяца Восемьсот сорок Третьего года Свыше Ста тысячи Казней Было произведено Царицей Феодорой Именно Тех христиан Казнили Кто Отказывался Поклоняться Иконам Крестам Мощам Тем Кто Отказывался Вот Совершать Акт Идолупоклонства Одним словом И царица Феодора Она Узаконила Вот этот Нечестивый Обычай Почитания Икон Крестов Мощей И прочей Мерзости И это Было В марте Восемьсот сорок Третьего года Печальное событие Когда ей Одиннадцатого марта Восемьсот сорок Третьем Донесли Официально Уже доклад Уже сделали Министры Что Вот Теперь Вся империя Вся бизантийская Вот эта часть Восточная империя Римская Все жители империи В течение года Совершили акт Поклонения Иконам Крестам Мощам Значит Она Приказала Это праздновать Отметить Особенным праздником Который она назвала Как раз именно Торжество православия Но по сути Торжество кривославия Да Я Может кому-то странным является Что почему я об этом Так говорю Я сам икон не почитаю Ни крестов Ни мощей Я нормальной ориентации Духовной Человек Вот значит Да Я Господу поклоняюсь Да Значит Ему служу И Значит Хотя На мне видите элементы Тоже ритуального Христианства Но Я православный Никуда не деться Но я реформатор Вот И Знаете Хотя Не всегда так было Конечно В моей жизни До 96 Года Я молился Тоже Ну Кому я только не молился Вообще Тогда Мой пантеон был огромный Вообще-то Даже Знаете Я был специалистом В этом отношении В этом роде Да Я был специалистом Я знал Я знал Какому святому В какой нужде Молиться Вот И когда Даже В моем храме Где я служил Там в Брянской области Ну я служил В Рязанской В Брянской области Как священником Настоятелем храмов Тогда С 91 года По 96 годы Вот А до того Диаконом служил В Московской области И получается Вот значит В Орловской области И В храме Где я был Настоятелем У нас была такая Как стенгазета Такая Вот На входе Прям И там написано было Какому святому В какой нужде Молиться То есть Люди приходили Смотрели Ага Все понятно Меня еще Если переспрашивали Допустим Я отвечал Но знаете В 96 Я разочаровался В этой вере Я разочаровался Потому что Библия вернулась В мою жизнь А она Приводит К разочарованию Во всех Окультных Бесовских учениях Однозначно Она приводит К разочарованию В вере человеческой И она приводит К очарованию В вере Божьей В вере Божьей Она приводит К очарованию Именно Евангельской простотой Очарованию Нашего Господа Иисуса Христа Я был действительно Вот Восхищен Надо же Думаю Действительно Много ведь Проблем Но один ответ Семь бед Да Один ответ Сам Господь Иисус Христос Ибо Един Бог Написано 1 Тимофею 2.5 1 Тимофею 2.5 Написано Ибо един Бог И един посредник Между Богом И человеками Человек Христос Иисус Предавший себя Для искупления всех Знаете Как вот камень С души упал Тогда помню Так все стало просто Ну не сразу Но через Некоторые месяцы Было все очень просто Уже В личной молитве Делиться словом Делиться словом Постоянно И людей убеждать Чтобы люди молились Только лишь Господа Чтобы люди молились Богу Вот И прочее Стен газету Тут снял вообще Написал об Иисусе Христе Там значит Чтобы люди Ну Уразумели Но это еще ничего Вот касательно Идолопоклонства Вот почитание Икон Христов Ну я все Я Ну Разочаровался в этом Меня уже Меня уже Не тянуло Уже Целовать Все это Абсолютно Не колыхалось Ничего внутри Не шелохнется Как говорится Все Я Я только лишь Богу поклоняюсь Богу молюсь И все Достаточно Ну и в том же самом В 96-м году Я принял решение Слава Богу Меня супруга Меня поддержала Вот Мы вышли из Традиционной Православной церкви Московского Приорхата И я стал Реформатором И вот с тех пор Тружусь как реформатор С 96-го года И знаете Друзья Рад Потому что Бог призвал меня К такому труду Потому что Нужно действительно Миллионам Христиан И православных И католических И протестантских Просто осознать Что Нет ни в ком Другом Спасения Вот это символ Веры апостольской Ибо нет другого Имени под небом Данного Нам Людям Которым Надлежало бы Нам спастись Что есть Имя Превыше Всякого имени Можем назвать Многие имена Имя Матери Господа Иисуса Христа Марии Имена Многих Святых Можем назвать Ангелов Прочие Но Знаете Это все вместе Ничто В сравнении С одним именем Которое Превознесено Богом Превыше Всякого имени И Пред именем Иисуса Христа Имена Преклонился Всякое колено Небесных Земных И преисподних Хочешь Не хочешь Этим словом По добру По здорову Или же По неволе Но все равно Преклонился Всякое колено Знаете ли Абсолютно Но верующие Это те Кто по хорошему По вере По любви Действительно Не из-под палки Доброходно Дающего Любит Господь Действительно Нас поэтому Вот и знаете Потому что Действительно В этом мире Лишь одна Личность Явила Бога Вот на все сто И это Никто из святых Ни из пророков Ни из праведных людей Ни из апостолов И из Ветхого И из Нового Завета Не-не-не И даже апостолы Иисуса Христа Уже даже После воскресения Христа Вот в Деяниях Читаем Где-то славили Бога А где-то позорили Где-то являли Христа Где-то не являли Христа Понимаете ли И так Девять тысячи лет Продолжается такая история У нас И она будет То пришествие Христа Потому что Господь в притче Сказал там Об этих сорняках Не дергайте Пусть оно все растет Почему? Придет время Пожнем Но самое интересное Я еще рассуждаю Что Бог хочет Дать даже Самому злому сорняку На огороде Царства Божьего Возможность Спастись Возможность Он хочет Чтобы все люди спаслись Вообще Его воля Чтобы все спаслись И достигли Познания истины Спасибо Богу Он действительно Благой И милосердный Спасибо Господи За все Вот друзья И поэтому Сегодня Что скажу Начиная с 843 По сегодняшний год 2019 Уже вот На дворе Продолжается Такая традиция Идолопоклонство Иконопочитание Почитание мощей Там прочее Почитание крестов Все это продолжается По сей день Но я умоляю Пожалуйста Люди разные Смотрят сейчас Люди разные Слушают Люди добрые Если кто-то С себя вдруг узнал Если вы их Там Почитаете Иконы Крестной мощи Вы можете Это делать И дальше Конечно Это ваша воля Но Побойтесь Бога Особенно К священникам Говорю Потому что Многие священники Я так Наблюдаю Слушаю Уже даже И понимают Праведный Суд Божий Осознают Порой Что делающие Такие дела Достойны смерти Однако Не только их делают Но и делающих Одобряют И еще Плюс еще Собращают Некоторых людей В этой глупоконстве И делают их Сыном Гиены Худшим Себя даже И много Очень много Примеров Таких знаю К сожалению В наши дни Но Дамы и господа Братья и сестры Время Реформации Уже 5 столетий Больше Даже Чем 5 столетий Продолжается Эпоха Великой Реформации Была Многовековая Эпоха Великой Деформации Деградации Церкви Царства Божьего Теперь Эпоха Великой Реформации Реформации Это восстановление Это покаяние Исправление Работа над ошибками Возрождение Это все Реформация Есть Деформация Есть Реформация Спасибо Господу За Его Реформацию За эту Эпоху Великой Реформации Вот И один из отцов Древности Кстати Так и говорил Еще в 3 столетии Да Еще в 3 веке В Африке Когда наших С вами Братьев Сестер Старших Потехи ради Бросали На арены Колизея И других Арбитеатров На потеху Публики Разрывали Там Всякие Хищники В то время Киприан Карфагенский Лидер Северной Африки Он как раз И провозглашал Знаменитое свое Экклезия Семпер Реформанда Церковь Непрестанно Реформируется А если Не реформируется То Деформируется Два пути Тоже Вкратце Скажу Что Как стал Реформатором Я был Просто Священником Да В 87 Году И в 88 Начинал Своё служение Как чтец Ипотяком Девчок Можно так Выразиться Вот Начал Своё служение Да И Мне оно Нравилось Очень сильно Нравилось Моё служение Интересны были Друзья И неинтересны Всякие люди Вот И Коллеги Интересны И неинтересны Но Я так понимал Что Ну у всех Свой путь какой-то С Богом Господом У всех Какой-то свой путь Сейчас Я уже Понимаю Что Проблема Многих Очень священнослужителей Но наших По крайней мере Православных Что люди Не возрождённые Духовно Иисус говорил Что если Не родишься Свыше То не увидишь Царство Божье Даже То есть Даже если Ты всю жизнь Казалось бы Подвязался Да Ты не увенчаешься Если незаконно Подвязаешься Пропахал всю жизнь На огороде Царства Божьего И ни с чем Ну позор Знаете ли Поэтому А вход в царство Он один Иисус Он не прячет Этого Самое интересное Он говорит Что я есть путь Истинной жизни Вообще И никто не приходит К отцу Только лишь через меня И он не сказал Что это Только лишь для протестантов Вот А для Допустим Для нас православных Для католиков И еще так же И моя мама Богородица Святые Какие-то умершие Допустим Преподобные Не-не Он для всех нас Сказал это И это актуально Является По сей день Слава Богу Вот А в 96 А в 96 Как вот Мой путь Стал реформатором Тоже Его величество Случай Его величество Случай Познакомился Случайно С одним человеком Да Высокий Такой брат Такой подошел Общались Вот Мне он очень понравился Думаю Такой умный человек Вопросы такие умные Задает Хорошие Я-то думал Православный Вот А потом я заподозрил Что-то здесь не то Думаю Что-то не то А он сам себя спалил Нечаянно так Он из Писания Он не делал там Такое Что мол Это написано В Писании Но я-то знал Раньше же читал По крайней мере И знал хорошо А он из Писания Довольно Большой отрывок Процитировал Дословно Не сославшись на Библию Но процитировал дословно И у меня сразу Екнуло Помню внутри Наши люди Библию Не читали Думаю Что-то здесь не то Думаю Что-то здесь не то Я заподозрил сразу Ну и я добавил Ему Говорю Значит Ну вы христианин Да христианин Я как Ленин На буржуизии На него Знаете Так Говорю Православный И он сдался Короче Нет Говорит Батюшка Извините Я Христиан Веры евангельских Короче Пятидесятник Ой Я там чуть не упал Я Значит Впервые в жизни Познакомился с протестантом Получается Тем более Сразу с пятидесятником Это даже не баптисты Даже думаю Вот Не ну я Я по сектоведению Имел пять В свое время Пять с плюсом Даже Мне поставили По сектоведению Вот Значит Ну сейчас Называется Сравнительное Богословие Так Более красиво Вот И Ну я Я в принципе Мало Что На самом Реально Я мало Что изучал Эту тему Я Сдал Как марсиско-ленинскую Философию Сдавал Знаете Там Как Было Главное Правило Какое Раньше Было Да Говорить Не останавливаться Один раз Забнулся Минус Пол балла Два Раз Забнулся Могут Второй Болл Снять Вот Значит Поэтому В этой Теме Главное Говорить И все Главное Говорить Ну это Не мешки Таскать Думаю И я Еще Понял Как Марсиско-ленинскую Сдавал А это Я понял Такой А у нас Преподавал Генри Боровик Известный Он вел Международную Панораму В то время Жутко Популярная Была Программа Такая Вот Такой Большой Так Интересно Мол Кругом Враги Мировой Империализм Нашу Советскую Родину Хочет Задушить И вот В авангарде Вот этого Процесса Развала Вот Союза Нашего Нерушимого Стоят Сектанты Вот Баптисты Пятидесятники В авангарде Этого Развала Думаю Какие ж Негодяи Думаю Надо же Нашу Советскую Родину Хотят И развалить Ну думаю Ничего У них Не получится Конечно Думаю Ну а Кто его знает Думаю Вот Значит И знаете Но Из того Что я услышал Я понял Так Что баптисты Это И пятисятники Это как бы Сумасшедшие В принципе Люди В основном Или агента Цайру И Моссада И мирового Империализма Через одного Вот Значит Но я понял Такую вещь Что баптисты Это как бы Тихие Сумасшедшие Вот Спокойные А пятисятники Которые буйные Но в принципе Одна палата Вот Но нас успокоили Что настоящих Буйных мало Как бы Там Вот Значит И Ладно Я поэтому Я пример Такий привел Сдал на пять С плюсом Это сектоведение И представляете И меня угораздило С первым Протестантом Познакомиться Именно с пятидесятником Я конечно Да Значит Но я Вспомнил Первый урок По сектоведению Самый первый Какой урок Защита в нападении Всегда Все Бей первым Знаешь Не знаешь Главное Говори Забивай авторитетом Морду танком И вперед Вот это Я запомнил Еще с уроком Загорска По сектоведению Морду танком И вперед Даже Не обязательно Теологию узнать Осмотри его И Начинай Рассуждать о нем Вот Какие же вы сектанты Там Значит Не днапом Ни покрышки И прочее Вот Значит И А я сразу Какие же вы христиане Не христи Матерь Божья Не почитайте Святым Не молитесь Мощей У вас Нет Говорю Там Какой-то Бенни С хином Говорю И все Я Почему-то Я запомнил Думал Два разных Человек И все Короче Высказал А этот Гриша Ну да Вроде как бы Григорий Ну да Извиняйте Вот И Мы обменялись С ним Короче Подранной Литературой Ну я Первым Ему Вручил Свою книгу Пресвятой Богородицы Вот Он взял Но подкупил Меня Вот Вежливостью Такой своей Знаете ли Взял Вежливо Помещал Прочесть Порассуждать И через недельку Вернуть Даже как бы Обещал там Краткое содержание Как-то рассказать Думаю Ну молодец Думаю Недалеко от него Спасение Думаю Вот Я еще подумал Так думаю Грешным делом Думаю Наверное Он недавно В этой секции Поэтому такой хороший Наверное Недавно Не успел еще А нам говорили Что первых полгода Процесс обратимый еще Вот Поэтому думаю Наверное Он вляпался Ну хороший человек Всякое бывает Знаете ли Кто в пьянку В гулянку Кто вот Все кто Думаю Ну ладно Я же не знал Что он вырос там Вообще Да и еще плюс Подобственный Служитель его И Короче он Песятник Баптистыч Баптистский Короче Вот так вот Да Протестант Протестантыч Вот значит И я ему дал Эту книгу А он Григорий А он что А он Достал из своих Сектантских штанин Свою книгу И мне предлагает Я вашу прочту Батюшка А вы мою прочтите Ну и я как бы Растерялся Даже запечататься Не успел Ну потом Пошаманил Понятно Потом пошаманил Я Ну взял Значит Его книгу Пообещал Тоже Хорошо я тоже Прочту Тоже ознакомлюсь С содержанием Кратко И потом Мы порассуждаем Хорошо Ладно Приезжай домой Жене говорю Представляешь Матушкой говорю Кого я сегодня Встретил Живого Настоящего Пятидесятника Говорю Вот Мы даже Обменялись Литературой Говорю Вот Но она мне Говорит тут же Ну ты же конечно Не будешь читать За кого меня принимаешь Яйца Курицу Не учат Без году неделя Чему меня Протестанты Могут учить Ну Обижаешь Значит А самому Так любопытно было Любопытство страшная вещь Говорят Женщина любопытная Мужчина не меньше Любопытный на самом деле Я про себя скажу Мне так любопытно было Думаю А что же там написано Вот Ну А потом еще Уже время уже прошло Неделя прошла почти Я вспоминаю Нужно вернуть будет Эту книжку А вдруг Он меня спросит Какое-то краткое содержание А я даже Вообще не мельмеса Думаю Надо хотя бы открыть Хотя бы ознакомиться Ну первую страничку И как обычно И оглавление А там уже дальше Разберемся Вот Ну ладно И я так занес Для многих батюшек я рекомендовал эту книгу И слава Богу Что многие священники Хотя они остались в своих этих юрисдикциях Киевский, патриархан, московский Не важно Но Эта книга На многих произвела Очень хорошее впечатление Ну это отдельная тема Я даже Не знаю Очень благодарен Богу За эту книгу И вот Но я занес ее тогда В свою комнату Вот Она у меня комната была Особенно святая Мое святилище Вот Там везде иконы Там везде Мешочки с землей С разных могил Земля Значит там Разных святых Вот значит Там у меня посох от Серафима Господа Там много всего Короче там Даже потолок у меня был расписан Там значит Большой там Иисус такой Кавказской национальности Там лицо такое Вот значит С рукой такой большой Вот значит В эту комнату Я заходил там Для молитвы И было как бы так вот Я думаю Что если бы Павел Апостол Посмотрел бы на мою комнату Он сказал бы Батюшка Обходяр твои святыни Я вижу ты особенно набожен Осматривай твои святыни Да значит Я был так вот особенно набожен Но Пократил тоже Крещенской святой водой Эту книжечку И все Короче Никакого веса шансов нет вообще Вот И Знаете Я значит Читаю Первую страничку Вторую страничку И Дальше читаю Не могу остановиться Короче Так на одном дыхании Прочел все Вот Не выходя из комнаты Все и прочел Только лишь там Несколько раз Только прервал чтение Просто потому что Просто ревел Просто ревел И А сам думаю Ну надо же Протестант думаю А такие православные вещи пишет Я думаю Я даже Я даже потом уже не сказал Кстати Об этом же Говорю Знаешь Говорю Значит Если бы Значит Не знаю Может пока книгу переводили Пока издавали Значит Там Может он уже покаялся Может он же православный Чего он там всех тебя забыл Это ж Золотолусцы наших дней Думаю Ну ладно И я же Не дал прочесть Она тоже почитала Тоже наревелась Вообще Мы там Проглотили эту книгу Буквально Быстро прочли И Она мне потом После чтения этой книги Говорит А помнишь Говорит У нас был разговор Когда-то Мы еще только поженились В Рязани Нет Да В Рязани уже служил В 91 году И Она рассказала мне случай тогда Я забыл про него Но она помнила И она напомнила мне тот разговор Спустя Вот Несколько лет получается В 96 уже Напомнила Там Женщина Была знакомая Которая была баптистка Которая ходила В семя баптистское собрание Какая-то знакомая Да мне Далекая И И она приходила Время было еще советское Понятное дело Начало 80-х И Значит И она Все разговоры Переводила к Иисусу Об Иисусе Христе Всегда И Когда она говорила о нем Говорила так Как будто бы он Прям там присутствует Вообще И когда Люди там не верующие были Все В основном так Ну Вообще все Они все замолкали От этой неожиданности Такой Значит И она начинала петь О нем И плакать И петь Вот Пела так Что было понятно Что вот прям он здесь Ну женщина-то Она умерла давно уже И мне Супруга Тогда в 91-м Говорила А я как раз Что-то вам сказал По поводу баптистов Сатанистов Говорю Всяких там Прочих Она говорит Вот была баптистская Женщина Ну как ты думаешь Неужели она пошла в ад Потому что она была баптистской Я в 91-м Сразу Я все знаю Говорю Конечно Да ты что Ты еще сомневаешься Матушка Мать моих будущих детей А значит Получается Сомневаешься в том Что значит Что баптисты В рай Да ты что Если мы православные Едва спасаемся То для них шансов вообще ноль И для всех остальных Вот Ну ладно А в 96-м Она напомнила Сержа Помнишь Вот разговор-то был Про ту баптистскую Все Прочитала Эрва Этого Штегина И все вспомнила Опять про эту женщину Неужели она все-таки в ад пошла Потому что она была баптистской И я впервые в жизни Допустил мысль Что Не только мы православные В рай попадаем Но я сказал так Ну может быть Ну не в сам рай Ну Ну там Дрова носить Воду рубить Воду носить Дрова рубить Короче Короче где-то там Да В прислужниках Но конечно не в само царство Ну где-то возле За забором Где-то там значит Ладно Под забором Ну ладно Может быть И то Может быть Если вот такие будут Ну так вот Эрва Но я допустил Впервые Такую крамольную Для себя мысль А может быть Кто-то из них Тоже спасется Ладно И вот мы когда С Гришей Снова встретились Я вернул ему Книгу его Сказал что Очень сильно Она мне Понравилась И я попросил Еще книгу Я же прочитал Там в конце Что-то трилогия Что-то вторая книга Трилогия А Григорий такой О А я знал Что вам понравится Батюшка И достает Первую книгу Эта трилогия Пробуждение Начается с меня И я такой Довольный Беру эту книгу А он Сразу же Куй железу Пока горячо Говорит мне Патюшка А вы к нам Приходите на собрание Я думаю Э нет Милый человек Думаю Американская спецподготовка Думаю Палец в рот не ложи Отхапает сразу По локоть Точно Думаю Ну как бы Я уважаю вас Хорошие Но как бы Не-не-не Как бы Да И Но я уже Понимаете После Эрла Штегена После там Кваси за банду После этих Там этих историй Таких потрясающих Я уже не мог Ему так вот Отказать Понимаете За этим Гришей И за 50-никами Теми Пусть они даже И какие-то сектантами Там стоял для меня Уже Эрла Эти покаявшиеся Зулусы Там и прочее Я как бы Поэтому извинился Говорю Извините Но я священник У меня в воскресенье Вот так вот дел Я настоятель храма Там Литургия Крестины Венчание Отпевание Там короче Там большой приход Там много сел И короче У меня с утра До вечера Воскресенье В беготне А он не растерялся А у нас на буднях Есть будничные дни Есть вечерками Мы собираемся Тоже там Поем Молимся Заходите к нам Говорит На огонек Говорится Я думаю Не отстанете Но я так сказал ему Говорю Знаете Ну если Какая-то оказия будет Я буду там у вас В райцентре И дело будет нечего Я короче заеду И представляете Ангела построили Оказию Однажды вечером Я был там у них Недалеко от дома Молитвенного И дело было нечего Реально У меня вечер был свободный И у меня мысль такая А почему бы не зайти К братьям меньшим К пятидесятникам После прочтения Все трилогии У меня уже Было такое отношение Что это Ну Какая-никакая Но родня все-таки Седьмая вода На киселе Но родня Вот Поэтому братья Меньшие Я уже так Снизу ходил Ну и зашагал Знаете А я вряюсь Я с крестом Иду себе Как будто Всю жизнь ходил Ну там Место знакомое Такое Зашагал к ним А там здание Это ССУ бывшее Переделанное Под домомолитвеном Там отдельная История с ним Ладно Значит И И перед домомолитвеном Я вдруг Окаменел Остопенел Думаю Стоп Куда я иду вообще Какие не были бы там Младшие Старшие Это же У них маленький райцентр Там языки вот такие Язычники Там Тем более батюшка Это ж Я Сегодня вечером уже Полгородка Будет знать Что батюшка был У сектантов До меня только дошло А утром А утром коров погонят Все остальные Узнают Что точно Батюшка был У сектантов Думаешь А потом думаю Нет Думаю Сейчас я Думаю Развернусь Уйду Думаю Молова Еще хуже будет Наверняка Меня видели Ну ладно В конце концов Думаю Чего терять Пошел-ка я Вперед Значит И Как говорится Морбутанком И вперед Перекрестил До молитвенной места Перекрестил Все Зашел А там у них Тем более уже Служение Вовсю идет Как бы Значит Я К шапошному Получается Да Ну Зашел В коридоре Девушка Она Аж это Анимела Батюшка Нарисовался Здесь На пороге Я говорю Девушка А куда мне пройти Одно пальцем Показывает Думаю Что-то Зомбированное Или какая Ну ладно Думаю Ну а там не разберешься Там много дверей Куда заходить Непонятно вообще Ну это переделанное Подном Элитвенное Помещение Такое Там коридор Такой И много дверей Ну думаю Куда идти Ну раз показал Пошел туда Думаю Наверное Как у нас Надо Крайную дверь Самую Заходишь И где-то там В предбанничке Оказываешься Где-то в конце Коридора Где-то Ну посмотрим Ладно Зашел И Оказался Представляете Вот Нарочно не придумаешь Вообще Последняя дверь Это Да И она била Откаться Прямо на сцену Я не знаю О чем думала Девушка А я еще На автопеноте Пару шагов Сделал Прямо к трибуне Прямо И остановился Знаете ли К нам приехал Ревизор Называется В молитвенном доме Немая сцена А там у вас там Бабушки и дедушки Все притихли Вот И я думаю Я уже думаю Сейчас бежать туда По передвору Перехватят Значит Надо стоять До последнего Вот Значит Ну и что делать Да А еще Там братья Многие присели Рты пораскрывали Одна мадам Сзади встает И на меня пальцем Так вот А еще Ой думаю Как Каспер Привидение встает Здесь Да А оказывается В той женщине Было сновидение Когда-то Там Ну незадолго До того Я у них бывал Потом в гостях Я там Перезнакомился В последствии Там за несколько месяцев С самсоногими С семьями верующими И знаете Ну ладно Оказывается Она обидела Ведение Там сновидение И они Женщины У них был такой Клуб свой Такой был Они рассуждали К чему бы это Зачем это Ну братья им запрещали Как правило Но иногда Слушали Иногда Вот И Хотя чаще Рекомендовали Меньше есть на ночь Значит Вот И довольно скептически Относились К их Вот этим Откровением И представьте Значит А здесь Женщина Она обидела сон Да так Проснулась Что Мужа разбудила Своего Петя Вставай А короче А ее муж Петя Он сидел рядом с ней Там В женской части Сзади На сквере Штрафников Короче Вот Он то не виноват Был ничего Просто его Родной брат Стал харизматом И его туда На карантин Отправили Женщинам Хотя он Клялся Божился Что он вообще Ни при чем здесь Вообще как бы Он даже слухом Не слыхивал И Видов не видывал Вообще И даже с братом Родным На эту тему Не разговаривал Вообще О религии Но Значит Его на всякий случай На карантин Направили туда На замечания Как бы Поэтому Петя Сидел в это время Как раз вместе с женой Как просто Проминившийся Вот Ну там довольно Артодоксальная Община Такой Довольно Очень Артодоксальная Вот Значит И Представляете Значит Ха Оказывается Тогда еще Ночью Когда приснилось И сон Она Разбудила Петра Этого Мужа своего И говорит Представляешь Что мне снилось Угадай Ну Обычное собрание Вроде Обычное собрание Все вроде Идет своим ходом И вдруг Говорит Угадай Кто у нас И угадай Кто проповедует Тот Ну может там Епископ приедет Из Брянска Может братья Из Белоруссии Пророки Зайдут Не-не-не Мелко плаваешь Батюшка Поп А Поп стоит И проповедует Говорит Поп стоит И проповедует Короче Да Ну Вот он икарси сказал Что нужно меньше есть На ночь Вот Такого не бывает точно Еще с воронаевских времен Наше собрание существует И никогда У нас попов не было вообще И вряд ли будут вообще Такие у нас Ну ладно И Что интересно Первым пришел в себя Тогда Значит Второй пресс-фитер Который помоложе Ему было 165 или 17 лет Да Помоложе Который у нас Старший совсем Он был совсем уже древний Еще воронаев Там помнил И он Он просто сидел Ну и Сканировал все Вот Такой Очень интересный брат Человек-вентген Просто смотрит И смотрит все Значит Второй Который помоложе встал Значит Подошел ко мне Видит Я трезвый Значит Как бы Да И как бы Просто ошибся дверью Вот Ну посадили меня Среди гостей Я сел Сижу себе Собрание приходит В себя немного Оживает Вот Вышел старичок Один И Сказал Споем Псалон Номер Там 700 Такой Все встали Я тоже встал Ну что я рыжий Что я тоже встаю Но думаю Петь я не буду Конечно Я же не знаю О чем они будут петь А у меня еще такая мысль Такая душальная Думаю О чем могут петь Сектанты Это типа О моя секта О моя секта Какие-то глупые мысли Такие принеслись Вообще Диву даюсь И Братья запели Сестры эти Запели Знаете так По-деревенски Медленно С подбыванием Таким вот Это было потрясающе Мне так понравилось И не то что понравилось Вообще Это даже не то слово Понравилось Это настолько было Вот В Боге И с Богом Что Это было Удивлением Для меня Просто Бог Был в этом пении Там слова такие Любовь Христа Безмерно Велика Начала Нет И льется Как река И как волна Лапзает берега И глубока Светла и широка И если б не было Любви Любви Христа Мы б не смогли Иметь надежду Вечно жить И как спаситель И как спаситель Всех людей Любить Прийти скорей Скорей тебя Он ждет Давно стоит У каменных ворот Стучит к тебе Открой уже пора Прими Любовь Без злато Серебра И если б не было Любви Любви Христа Мы б не смогли И иметь Надежду Вечно Жить И как спаситель Всех людей Любить О, если б знал Живущий На земле Любовь Христа Лишь ею Дышат все И если б Бог Любовь Отнял На миг То этот Мир Давно Уже Погиб И если б Не было Любви Любви Христа Мы б Не смогли И иметь Надежду Вечно Жить И как спаситель Всех людей Любить Аплодисменты Иисусу Христи Спаситель Наш Братья Сестры Действительно Ни в коем Другом Нет спасения Нет другого Имени под небом И Благодарен Господу За все За спасение За жизнь Вечную И прошу Ваши тоже Молитв Реформации Будем молиться Друг за друга Друзья Будем молиться Потому что Осуждением Мы Или чем-то еще Мы не можем Помочь друг другу А вот молитвой Можем помочь На самом деле Моляясь Друг за друга И я верю Что Господь Действительно Воскрешает Израиль Однажды В своей истории Напоминал Духовное Поле Весьма сухих Полных костей По-человечески Безнадежная ситуация Совершенно Это даже не трупы Это даже не По разложившейся Это весьма Сухие кости Все Надежда пропала Оторваны над корни Люди все Перекати поле Засокли Завяли Не будет больше Израиля Все Конец Но Это не так И Когда Слово Это наверное Самая удивительная Проповедь В истории Когда Проповедник Стоит на поле И проповедуют Сухим костям Это Чисто по-человечески Это более чем Глупая ситуация Вообще Это даже не в морге Проповедовать Нет Это сухие Весьма сухие Кости Но самое интересное Проповедник Говорил Пророк Говорил Слово Божье Даже то Что его В глаза Это одно Говорило Все Но он Просто Говорил Это слово Говорил Слово И удивительно Когда он Говорил Слово Божье Слово Господнее То кости Вдруг Зашевелились Наверное Жуткое зрелище Но они Зашевелились Кость с костью Как какой-то Фильм ужасов Какой-то Не знаю Они стали Соединяться Наверное Поначалу Это не очень Красивое зрелище Конечно Какие-то Скелеты Стали создаваться Вот Потом стали Плоти Облекаться Кожей И Они были Мертвы По-прежнему Но Дальше Дух Дохнул На этих Убитых И Они Воскресли Удивительная Картина И страшная И прекрасная Одновременно Картина Возрождения Израиля Картина И возрождения Церкви У нас Одна Судьба Друзья Мы Связаны Одной Судьбой Потому что Кровь Иисуса Христа Она Связала Нас Вместе И евреев И гоев И неевреев И евреев Все вместе Через кровь Божественную Иисуса Христа Который Является Светом Просвещения Всех Народов И он же И слава Народа Своего Израиля Вот в нем Эти ипостаси Дамы и господа Братья и сестры Пусть Господь Благословит вас Всех Благословляю вас Во имя Господне Молитесь И мое послание Сегодня вам тоже Иоанна 11 25 В завершение Как отпуск Я Есм Воскресение И жизнь Верующий В меня Если умрет Оживет Аминь И Господь Через помазанника Своего Павла Он говорил так Что Встань спящий Воскресень Из мертвых И освятит тебя Христос Я верю Что спящих Бог Будет пробуждать В эти дни последние И поэтому Действительно Для протестантских Церквей Актуальнейшая Тема Пробуждения Даже многие конференции Посвящены этому Молитвы Это прекрасно Но Для нас Православных Актуальнейшей Является Воскресенье Бесполезно Пробуждать Человека Который умер Уже Как вот Плазар Он уснул Но сон Уже был Необычный Уже совсем Смертельный сон Он уже Смертел Но даже В такой ситуации Безнадежной Есть надежда Слава Богу Господь Благословит Тем более Что Бог Показал Это Я Записывал видео Поэтому Свидетельство Можете посмотреть Вот Как раз В общине Вот Еврейской Местной Рассказывал Об этом И Можете Посмотреть На ютубе Вот Заходите На мой канал Не забывайте Подписываться Лайкать Не стесняйтесь И рекомендовать Вашим друзьям Рекомендовать Почему Потому что Конечно Порой Приходится Кого-то Заносить В такой Свой Особенный Молитвенный Список Я называю Черный список На ютубе Он у меня Уже Там уже Достаточно Но я их благоставляю Этих людей Там Кто там Хулит Там Кто там Ругается Там Матюкается Проклинает Ну Ну что ж Я их просто Благоставляю Врагов Много Знаете Но Тот Кто в нас Он больше Того Кто в этом Мире Тот Кто в нас Он больше Того Кто в этом Мире Дети Божьи Друзья Погружайтесь В него В его любовь Пропитывайтесь Им Живите Им И Бог Благословит Вас Спасибо За внимание И благоставляю Вас словами Благословения Священнического Давайте встанем Друзья То благословение Которое Бог Всемогущий Дал Моисею Тот Передал Аарону Его Сыновьям Чтобы Благословляли Сынов Израиля И сегодня Даже если Среди нас Не так много Евреев По крови Не то важно А то много Крови Бог Произвел На срок Человеческий И еще Что во Христе Иисусе Для всех Благословений Сегодня Через Спасителя Господа Иисуса Христа Через Ишуа Благословения На всех Вас И благословляю Сейчас Тоже Мою семью Благословляю Жену Свою Детей Внуков Котов Всех Благословляю Кстати у нас Второй год Просто нашли его Так вот на улице Шансов не было Выжить Его собака Перекусила Потом еще Плюс еще Он раненый Уже смертельно раненый Бросился И его Бил с пьес Переехал После него Двойная Неудача В тот день Была Смертельная Дети плачут Принесли его Давайте будем молиться Хотя Я верующий Но и всякое видел И воскресенье видел Но Закотовывать Как-то не особенно Молились И знаете Выжил Я не знаю Сколько там у него Запасов жизни Но Сейчас такой здоровый Красавец Такой вообще Теперь он Уверен Что это он Хозяин здесь Вот это да Думанакрость Но ничего Но я ему Как можно Объясняю Что-то Не он здесь Хозяин Но Самое главное Что Хозяин Кстати В Киле У нас Одна домашняя группа Началась С воскрешения Кошки Кошки Там у бабушки Одной Нина Дмитриевна Она уже была Ей было 86 Уже Не 84 Был тогда А кошка была По ее кошачьим годам Тоже примерно Такого возраста То есть Ну как бы У них там Другое исчисление Лет идет Ну примерно Она тоже была В своем возрасте Уже старая такая Кошка И больная К тому же И как бы Ветеринар Сказала Лишь нужно Усыпать Все Она уже страдает И как бы И на ладом дышит Тоже короче Кошка Вот Ну а бабушка плачет Это был первый Как раз вечер Я приехал еще пораньше Как раз Открывалась Домашняя группа У нее прям Думаю Ну надо же Начинать домашнюю группу Со смерти кошки Бабушка вся в слезах Она одна живет С этой кошкой Что делать Давайте молиться Горемин Дмитриевна Можно помолимся За кошечку вашу А можно Так что ж Бог-то всех любит Давайте помолимся Короче Кошка ожила К началу домашки Она уже не заползала Никуда Уже нормально Себя спокойно вела Такой шалом С нами К концу домашки Она уже лижется Даже попросила Что-то покушать Там вообще Короче Она прожила еще Несколько лет После этого И каждый раз Я там у них На домашке редко бывал Но каждый раз Мне рассказывали братья Кино Собираемся на молитву Вначале И она прям Посадит Садится Полизалась И сидит Короче Все Тоже славит Бога Все дышащие Поэтому и котом Ваше благоставляю И всех собак Всю живность Все что ваше Благоставляю Это благословение Ваше благословение Да благословит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светом лицом своим И помилует тебя И помилует тебя Добротит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе Ваше благословение На небесах И на небесах Да святится имя Твое Да придет Царствие Твое Да будет Воля Твоя И на земле Как и на небе Хлеб наш Насущный Дай нам на сей день Прости нам Долги наши Как и мы Прощаем Должникам нашим Не веди нас В искушение Избавь нас От лукавого Твое есть Царство И сила И слава Вовеки Аминь Благослови Господь народ Свой миром Своим шаломом Сила Божья В названии В церкви В общине Божия И Твоя сила Да проявится В народе Твоем И среди народа Твоего Божия Во имя Христа В нас Верующих Божий И среди нас Благослови Во имя Иисуса Христа Пусть Господь Мертвые Воскресаются Пусть больные Исцеляются Прокажены Очищаются Пусть Свершаются Деяния Божия Великие Деяния Святого Духа Здесь В Вердичеве Житомирской Области По всей Украине И по всему Лицу Земли Божия Потому что Вся тварь Весь мир Растительный Животный А наипаче Человеческий Род Стенает И мучается Ожидая Откровения Сынов Твоих Боже Святой Благослови Народ Свой Благослови Детей Своих Это Откровение Сынов Иметь Слава Тебе Господь И реализовывать Его В этом мире Слава Тебе Господь Благословен Ты Царь Наш Благословен Господь Отныне И вовек Аплодисменты От Су Сынов И Сынов Сынов Господь Господь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok